Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече программы, посвященной изучении Библии в рамках субботней школы. Мы искренне благодарны, что вы являетесь постоянными участниками исследования Библии. И не только смотрите, но активно делитесь просмотрами со своими друзьями. Ваша активность при просмотре, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы подписываетесь, когда вы пишете комментарии, за которые мы искренне благодарны вам, ваша активность способствует тому, что круг людей, привлекаемых к просмотрам христианских передач, расширяется. А это значит, не только вы, но и ваши друзья, ваши родственники познакомятся с Библией, с Господом Иисусом Христом. И это значит, впоследствии обретут веру и радость спасения. Сегодня мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и наше внимание направлено на вступление к этой книге, к пролог. И вместе с нами в этой студии в исследовании принимают участие мои друзья, семья Ляху, пастор церкви Роберт, его супруга Наталья. Добро пожаловать! Спасибо! Прежде чем мы откроем книгу, Библию и начнем исследование, понимая свою ограниченность и нужду в Божьей мудрости, руководстве, я приглашаю, чтобы вместе с нашими друзьями мы обратились к Господу в молитве. Помолимся! Наш дорогой любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе за милость, Твою любовь, долготерпение. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Просим Ты, благослови нас, благослови тех, кто изучает Слово Твое. Благослови каждого человека, кто ищет Тебя, Господь. Помоги, чтобы Слово Твое повлияло на наши сердца, чтобы мы вместе прославили Тебя наилучшей хвалой. Во имя Иисуса просим, благодарим. Аминь. Аминь. Среди четырех Евангелий, Евангелие Теана больше всего, ну и чем и другие книги Библии, смело, убедительно, прямо провозглашает истину о том, что Иисус Христос является Богом. И об этом мы размышляли на прошедшей передаче с нашими приглашенными друзьями. Но сегодня наше внимание обращено на первую часть первой главы, вступление Евангелия Теана, которое открывает разные грани вот этой ипостаси, этой природы нашего Господа, божественной природы. И я приглашаю, чтобы вместе с нашими друзьями мы познакомились с основными идеями о Иисусе Христе, которые впоследствии раскрываются в его жизни, в его поступках. Итак, первая глава с первого по пятый тексты. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Какие идеи, какие тезисы определяет Иоанн об Иисусе Христе, с чем он сравнивает Иисуса Христа, и какой смысл этих сравнений, этих образов? Вы знаете, мне очень нравится начало, и оно очень необычное начало. Особенно первый стих, вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. И это утверждение, которое мы читаем здесь, конечно, очень сложно сразу постичь. И оно где-то для меня, когда я впервые читал, это у меня сразу ассоциация такая. И, наверное, пожалуй, один из первых текстов, который сразу же запомнился. Потому что его легко запомните. Он как будто по стилю какая-то поговорка или скороговорка. В стихотворной форме. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога. И интересно, что здесь мы можем выделить несколько очень важных моментов. Во-первых, здесь Евангелист Иоанн, начиная свое Евангелие, он ссылается на творение. Вот это вот Слово, в начале было Слово, показывает и указывает на то, что... Или отсылает читателя к началу. К началу. И здесь, конечно же, мы можем смело утверждать, что здесь идет речь о том, о начале, то есть о том, что Слово, или Бог в данном случае, Иисус Христос, Он существовал до творения, даже до творения. То есть до творения или до образования, появления Вселенной как такового. Не только Земли. Не только Земли, но Вселенной в целом. Да. Дальше, во-вторых, мы читаем о том, что Слово было у Бога. Значит, здесь интересно, что в 18-м стихе, тоже в первой главе, мы читаем, что Бога никто не видел, никто никогда. Единородный Сын сущий внедре очем явил. Вот это вот сущий внедре очем, или Слово было у Бога, вызывает, конечно, много споров и предположений, что значит на самом деле вот это вот такое слово, сущий внедре очем. Как бы мы ни воспринимали, или как бы ни трактовали, однозначно мы можем с уверенностью утверждать, что здесь идет речь о том, что Бог, то есть Иисус Христос, был близок, был близок самому Богу Отцу. То есть Бог Иисус Христос, как Тараличность Божества, был близок, был близких отношений, был рядом с Ним. Да. Ну и, наконец, третий момент, который хотелось бы здесь подчеркнуть. Слово было Бог. Слово было Бог. Конечно же, это так, если очень схематично и так быстро сказать, потому что здесь можно было много говорить об этом. Но вот это вот Слово было Бог, я вспоминаю то время, когда как-то Папа мой, не помню, с чем было связано это беседа, но он тогда, говоря о Божественности Христа, он говорит, попробуй поставить, или как доказать, что Иисус Христос был Богом, попробуй поставить, вместо слова, заменить Иисус. И попробуй почитать. И вот тогда, помню, как он мне сказал, у меня до сих пор эти ассоциации. «Вначале был Иисус, Иисус был у Бога, и Иисус был Богом». То есть Иоанн хочет читателя с самого начала, с первых строк, навести на очень важную мысль, что Иисус Христос и Бог... То есть, что Иисус Христос – это Бог, это не просто суперчеловек, один из немногих личностей, который повлиял и сделал какие-то хорошие дела, но он был неким иным, как Богом. А как слово может быть с Богом и в то же время быть Богом? Ну, наверное, это один из таких непростых вопросов, которые очень сложны к пониманию. Это из той категории, как мы верим в одного Бога, но в то же самое время этот Бог являет себя в трех личностях – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Конечно же, Он явил Себя, Бог явил Себя, когда Он пришел в человеческой плоти. То есть Иисус Христос, в данном случае, вторая личность Божества, Он пришел в человеческой плоти, явил Бога. И мы должны понимать, что эти вот вопросы, касаясь Триединства Божества, касаясь Божественности Иисуса Христа, природы Иисуса Христа, они очень непростые, и я бы здесь был очень осторожен в выводах каких-то, потому что есть моменты, которые мы можем лишь предположить, но разум своим человеческим, и уж тем более человеческим языком, объяснить это невозможно. Но слово «был у Бога». Это значит, что он был с Богом? У Отца. У Отца, да. То есть можем ли мы сказать о том, что Иисус был у Отца? Да, конечно. И этот пролог говорит о том, что есть определенная личность, Бог Отец, и у которого с Ним был Бог Слово, Иисус Христос, Сын. Некоторые, говоря о том, что Отец, Сын, задают следующий вопрос, а если есть Сын, не значит, что Сын имел какое-то начало, недра рожденный, единородный. Почему в Библии Иоанн использует вот эти выражения Отец и Сын? Это говорит о начале или говорит о торжественной… Уникальности природы, уникальности, скажем так. Здесь ни в коем случае Иоанн не хочет навести читателя на мысль, на то, что Иисус Христос, как многие предполагают, и чуть позже появляются различные ереси на этот счет, вот в христианской церкви, в раннехристианской церкви, что Иисус Христос, да, Он Бог, но Он имеет начало. Абсолютно здесь даже намека на это нет. Единородный, сущий в недре в отчим, не единорожденный или однажды рожденный, или рожденный в принципе, но единородный, уникальный в своем роде, такого, как Он, нет. Несотворенный. Несотворенный. Можно сотворить, можно сделать подобие человека, но никогда это подобие не будет иметь такую же природу. Для того, чтобы была такая же самая природа, то мы используем выражение «родить», только рожденный имеет такую же природу. И наверняка библейские авторы используют эти выражения, единородные, рожденные, для того, чтобы показать, что у отца и сына одинаковая божественная природа. В начале было слово. Это выражение похоже, очень похоже, и фактически повторяет начало выражения, к которому начинается вся Библия. Книга Бытие. В начале Бог сотворил небо и землю. Почему? Как соотносятся вот эти тексты и что это сопоставление говорит нам в Иисусе Христе? Почему Иоанн использует в начале своей книги, в начале Евангелия, в прологе, то же самое выражение, которое использует Моисей, начиная с Пятикнижия? Ну, прежде всего хочу сказать, что ничто в Библии, ни одно слово, которое используется, оно просто так или для связки слов, или для красоты, слога и так далее, не используется. Здесь Иоанн намеренно, намеренно начинает, точно так же, как начинает Моисей свою первую книгу, книгу Бытие. В начале Бог сотворил небо и землю, и в начале было слово. То есть, это для меня лично, как для читателя, это указание на то, что Иисус Христос и Бог, и Творец. И дальше Он говорит, что все, в третьем стихе, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Это еще раз повторяется эта мысль, которую мы находим в первом стихе. То есть, что Бог является, то есть, Иисус Христос, или Слово, Логос, Он является еще и Творцом. С Него все начинается. То есть, он начал, и он пытается читателя навести на мысль, что Бог все-таки не тот, который имеет начало. Он был прежде всего, и Он творит Вселенную, и мир в том числе. Когда мы читаем книгу Бытие, то бросается в глаза, что Бог, который сотворил небо и землю, это Бог не в одном, а во множественном лице. Потому что далее, говорится, сойдем, сотворим, станет, как один из нас, первая глава книги Бытие. И те, кто читает в оригинале Библию, то для них это понятно, потому что вначале Бог, Элохим, Боги, во множественном, Бог в множественном числе. И вот кто Бог в множественном числе, кто сотворил небо и землю, и Иоанн в первой главе своей книги открывает отец и сын. Слово голос. Это с отцом был Иисус, который творил небо и землю. В 14-м тексте мы читаем ключевой стих, который открывает нам, кто было Слово. Потому что вопрос, кто, почему мы утверждаем и верим, что Слово это Иисус Христос? Да потому что 14-й стих говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово стало плотью. Как произошло исполнение этих слов? Иоанн здесь утверждает слово, то есть это на греческом слово логос, да? Логос это личность, это Иисус, который стал плотью и обитал с нами. То есть для Иоанна здесь слово логос это слово Божие. То, что Бог говорит, обращается к человеку, к каждому из нас, и что Бог, Он не оставил нас, Он пришёл к нам, чтобы спасти нас, да? Он остал одним из нас. Иоанн здесь Его представляет как вечного Бога, потому что Бог, Он проникает во время, в пространство, да? И Он становится таким же, как мы, просто Он не грешит, Он совершенный, Он Бога человек. Он стал плотью подобной нашей, но это не говорит и не является утверждением, что она тождественная во всём, потому что человек имеет склонности к греху. Да. Хотя Он был искушён во грехе, но Он не согрешил. И через творение и откровение Бог ясно выразил свой характер, Он выразил свои деяния, потому что Он открывает себя через воплощение своего сына. То есть Он воплотился через сына своего и пришёл в этот мир. Спасибо. Мы видели славу как единородного. Вот это влово оно особое, потому что переводится буквально как уникальность. Видели ли мы ещё в истории библейской людей, сыновей, которые подобно как Иисус назывались единородными? И в чём была их уникальность? Ну мы можем вспомнить наверное Исака. Исака в библейской истории, который также сравнивается с... То есть он уникален. Он уникален. Несмотря на то, что он не был первым и единственным сыном у Авраама и Сары, но в своём роде он был уникальным. То есть он тоже называется особый. Не такой как обычные сыновья. Поэтому когда используются выражение сын, то мы не можем во всём полагаться и сравнивать этот термин к тем отношениям, которые существуют отец и сын. То есть он сын, но это не значит, что он родился или что он имеет начало, но это уникальный сын, который имеет особую божественную природу, как и его отец. в последующих откровениях мы читаем, как Иоанн открывает значение миссии Иисуса Христа. Приглашаю обратить внимание на отрывок с 9 по 13 тексты. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь мы видим о том, что, несмотря на то, что Бог явился во плоти, что Он является истинным светом, но мы видим, что не все принимают Иисуса Христа как истинный свет. Почему? Какая причина? Какую суровую правду о реакции людей показывает нам Иоанн? Да, здесь интересно, что в 9 стихе написано, что Он был свет истины, который просвечает всякого человека, приходящего в мир. И к своим пришел. Он хочет быть близким к людям, он к своим пришел. И свои его не приняли. Это самая жестокая правда. Бог делает все для того, чтобы приблизиться к человеку, и те, которые его знают, и те, о котором о нем проповедовали, и свитки написали, и ожидали, они его не приняли. Почему так происходит? здесь раз мы заговорили о свете, свет был, то свет всегда освещает самые неприглядные стороны, если мы говорим, используем как аллегорию, то самые неприглядные стороны души человеческой, сердца, помышления и так далее. Чем ближе ты подпускаешь к себе Бога, как источника света, как свет этот, то тем явственнее ощущается твоя нужда в покаянии, в смирении, а это всегда больно, и не все хотят, и поэтому чем дальше ты от Бога, чем дальше ты от света, тем не таким уж плохим тебе кажут, ты кажешь сам себе, и поэтому они думали достаточно, мы достаточно неплохие, поэтому когда пришел свет, и когда начал освещать, и когда начал говорить и указывать на то, в чем они нуждаются, и что нужно изменить в своей жизни, они не приняли, они не захотели, потому что они не хотели, не захотели смириться с мыслью, вот свои, он своим пришел, и свои не приняли, захотели смириться с мыслью, что им что-то нужно менять, что они в чем-то не правы или что-то не так делают, поэтому здесь вот мысль, которая начинается вот прямо буквально с 9 стиха 1 главы, и это же Иоанн повторяет уже в 20 главе, в конце своего Евангелия, 20 главе, 31 стихе, что я все это написал, или дабы вы уверовали, то есть верой не вере, вот это вот всегда было, верой не вере, то есть проблема в том, что многие не верили, не хотели верить, не принимали, отказывались. что даст вера, какова цель, основная цель спасения и цель прихода Иисуса Христа, и что является результатом веры, 12 текст Иоанна, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, что этот текст говорит о необходимых условиях спасения, и что значит быть чадом Божьим? Вы, дети мои, исполняете то, что я вам говорю, то есть если вы хотите быть детьми Бога, если мы хотим быть детьми Бога, то, естественно, мы должны жить по тем правилам и по тому слову, которому мучает нас сам Бог. Поэтому быть чадом Божьим это не что иное, как верить и жить, и принимать. И принимать и жить как ты. То есть люди, которые принимают Христа, принимают этот свет, они становятся детьми Божьими. Для того, чтобы родиться свыше, для того, чтобы быть названным Детем Божьим, недостаточно родиться в окружении верующих людей, потому что не от хотения плоти, неважно какое твое родословие, мы можем думать, что мы дети Божьи, как думали элита священники, фарисеи, но Христос говорит «Отец, ваш дьявол», потому что он обманщик, он убийца, и вы так поступаете. Поэтому наши поступки, наше отношение к Господу говорит о том, какие мы дети. Повторяющаяся тема, о которой вы упомянули, это вера, чтобы верить. Верить или не верить. Удивительно, но в Евангелии Атойяна очень много говорится о важности, чтобы верили, притом не говорится, не упоминается слово вера. И вот ключевой, самый такой золотой, главный стих Библии, который, наверное, все христиане знают на Иисус, Иоанна 3, 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы иметь спасение, нужно поверить. Те, кто не верят, они погибнут. И теперь вопрос, который важный, он меня волнует, я убежден, и наших слушателей, зрителей, что значит верить? Ведь в наше время неужели есть люди, которые не верят в Бога? А если люди, которые признают, что Бог есть и нет перед лицом болезни, смерти, катаклизма, все становятся верующими, значит, что все они будут теми спасенными, о которых говорит Библия. Часто мы становимся верующими перед трудностями, перед обстоятельствами, которые не можем изменить сцену, ищут Бога и обращаются к Нему. О какой вере, говорит Иоанн, что значит верить? Ну, здесь можем сказать, что человечество, оно делится на две группы, это те, кто верят, и те, кто могут поверить, но они, то есть они имеют эту возможность, но они не хотят, они не имеют это желание. И к первой группе здесь мы можем вспомнить, привести пример, это ученики, которые пришли к Иисусу, поверили, также Никодим, который медленно пришел к Иисусу, он пришел ночью, еще как пример, это женщина у колодца, тоже пришла, поверила, ну а вторая группа это те люди, которые тоже были рядом с Иисусом, был Юда, который тоже мог поверить, но он выбрал другой путь, фарисеи, первосвященники, то есть есть много людей, которые видели Иисуса, они были рядом с Ним, но они Его не приняли, не поверили. Фарисеи, это же верующие люди, священники, но их дела говорили о другом. Это тоже верующие, то есть все это люди были верующими. Что значит верить? Если они все были верующими, значит, что они были все детьми Божьими и теми... Или, по крайней мере, не считали себя так. Да, то есть что значит верить? Вера — это дела, это то, что мы делаем, это то, что мы делаем, это то, что мы проявляем в нашей жизни, не только то, что мы просто поверили, что Иисус Бог. на интеллектуальном уровне. То есть это не просто признание истинности существования Бога. Потому что бесы тоже веруют в Иисуса. То есть они тоже признают, что Бог есть. Но когда мы верим, мы следуем за Иисуса, мы исполняем Его заповеди, Его волю, мы идем за Ним, мы следуем за Иисусом. То есть не только признание, что Он есть, но это доверие и желание следовать за Ним, слушать Его, и не только слушать, но исполнять то, что Он говорит. То есть верить это больше, интеллектуальное согласие, да, Он есть, но это то, что меняет нашу жизнь, наши ценности, преображает наши приоритеты, направления нашей жизни. Верить это значит идти к Богу. Да, вот слово вера здесь не упоминается в Иоанна, но вот слово верить 98 раз упоминается. Значит, для Иоанна хочется показать, как важно верить. То есть активность какая-то. Да, важно верить не просто, что Бог есть, а верить в то, что Бог меня может спасти, изменить. Вот это важно. Поэтому неверующие обычно приходят к Иисусу и вступают с Ним в конфликт. То есть они начинают находить какие-то минусы или какие-то противоречия находят в Библии. Всегда какие-то... Тот, кто не хочет судить себя, начинает судить Бога. Да, да, да. Тот, кто не хочет менять, он ищет оправдания, как оправдать свои проступки и изменить Библию. Итак, другими словами, верить это откликаться на то, что сделал Бог, придя на нашу землю. Он хочет к нам приблизиться, и он ожидает, чтобы люди, которые это ценят, принимают, они шли бы к Нему, взаимодействовали с Ним. Невозможно верить и не иметь отношения с Богом. Невозможно верить и не любить Господа. Невозможно верить и не соблюдать Его заповеди. Поэтому... Показал нам, что можно жить так, жить на земле, быть человеком, да, но следовать Божьим правилам, быть как Бог, то есть похожими. Спасибо. И последнее действие и откровение, о котором пишет Иоанн, мы видели славу Его, славу как единородного. Вот это выражение славы, видеть славу, мы еще раз встречаем в молитве Иисуса Христа в Иоанне Гатриана в 17 главе с 1 по 5 тексты. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнять, и ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Что имеет значение, какое имеет в виду значение Иисус, говоря вот эти слова «прославь Сына», как Сын Тебя прославит. Иоанн говорит, мы видели славу Его. Где мы видели эту славу? Как Иисус прославлял Своего Отца? И где наибольшее откровение этой славы? Что это такое слава Божия? Еще прежде создания мира Бог, Отец, Сын, Дух Свят договорились и разработали план спасения в случае, если появится грех, что впоследствии произошло, когда Люцифер впоследствии стал уже дьяволом, поднял восстание, к нему присоединились ангелы, и земля, на земле приняли его. И вот этот план вступил в силу в этот момент, и кульминацией этого плана был крест. А крест это такая некая ирония, мы можем сказать, величайшая слава Бога проявилась в величайшем позоре. Ведь крест это самая позорная смерть, кого хотели унизить и физически, и морально, эмоционально, они посылали на эту страшную казнь, посредством на кресте, да, посредством креста. Поэтому вот в этом проявилась слава, потому что на кресте проявилась, ведь в чем суть великой борьбы? В том, что Бог жестокий, Бог не имеет любви. обвиняет дьявол. Да, дьявол поднял. Характер Бога не такой, как его. Да, что он жестокий, что он недостаточно прощающий, и вот именно это слава Божья, его любовь, величайшее откровение любви Божьей. То есть слава это сияние, откровение характера Бога. И часто люди хотят задать вопрос, какой он Бог? То есть покажи мне себя, какой ты есть. Этот вопрос, который был у Филиппа, у Моисея, покажи мне славу свою. И Бог показывает славу, говорил о своем характере. То есть если мы хотим увидеть сияние славы Бога, то мы должны проникнуть не только в суть его творческой силы, могущества, но его характер. И вот как открывал характер славу Бога Иисус, когда был на земле? К кульминации это был Голгофский крест. Отношение его к людям, к маргиналам, к людям, которые считались отбросами общества, в том он не лицеприят ни в отношении женщин, что было в патриархальном обществе достаточно серьезный вопрос, и отношение к женщинам. Бог не делит людей на касты, нет сигмации. Не важно какого пола, не важно какой национальности, не важно какое прошлое, Бог любит каждого человека. нелицеприятная безусловная любовь. Мы иногда любим своих близких, своих родных. Мы готовы простить многое своим детям. Но Бог видим, что мы прощаем даже те, которые были его противниками, те, кто были его врагами, те, кто унижали, шли против них. Он молился на кресте за них. Да, он молился за них. И Наташа говорила о том, когда был вопрос о практической части, что Бог обитал с нами. То есть уникальность христианства, в отличие от язычества, в том, что есть такой даже высказ, мне очень нравится, что на протяжении истории человечества очень много хотели стать богами, стремились стать богами. Но только Бог захотел и стал человеком. То есть вот уникальность. В язычестве люди пытаются допрыгнуть до Бога, а христианство уникальное тем, что Бог снисходит на уровне человека, чтобы и обитает с ними. То есть он совершает эту такую вселенскую миссию спасения. Нисходит на землю, чтобы раскрыть людям свой характер, этим привлечь их к себе, и те, кто откликнутся на его откровение и захотят быть с ними, он называет этих своими детьми и берет их с собой, чтобы вот это общение не прекращалось. он берет их с этой оскверненной грехом, испорченной грехом земли, прежде чем он ее изменит, он берет этих людей. Сегодня для нас какое, что ожидает Бог сегодня от нас? Он говорит о своем откровении, он говорит о своем плане, он истинный свет, он обитал с нами, он истинный Бог. Каких практических шагов ждет Господь от людей, которые читают Евангелие от Иоанна, читают Библию, читают этот пролог, это откровение, что он ждет сегодня от меня? Чтобы мы смирились и были похожими на него, то есть, чтобы мы имели это желание смириться и делать добро, любить людей, не делить их, не обижаться на них, то есть, любить всех людей одинаково, не делать какие-то различия, что вот этот плохой, этот некрасивый и так далее. Вот это ждет Бог от нас, искренность. Еще можно здесь добавить, что раз мы уже говорим о вере и не вере, то здесь можно было подчеркнуть, что, как Наташа сказала, что 98 случаев, которые используются слово вера, не вера, а верить, то есть, глагол, нет существительного, ни разу не используется существительное, верить, то есть, Господь ожидает от нас, что мы будем активны, то есть, вера наша будет активна, не просто на интеллектуальном уровне согласиться, да, что Бог есть, да, Он являет себя в моей жизни через то чудо, через эту ситуацию и так далее, но я позволяю Ему, как Свету, изменять и покоряясь Ему. Вера без дел мертва, то есть, если мы верим, будем следовать Богу, Его заповеди. Спасибо. Дорогие друзья, удивительная, уникальная истина о том, что Иисус Христос Слово и Он Бог. Он всегда был им и Он им остается. И этот удивительный Бог оставил небо, пришел на землю, чтобы спасти меня и тебя. Этот удивительный Бог обитал среди людей. Желание быть с людьми говорит о том, насколько сильно Бог любит нас. Желание приблизиться к человеку говорит о том, что Бог желает установить все преграды, препятствия. Бог сделал все, чтобы спасти нас. Он открыл свой характер. Он умер на Голгофском кресте. И Он обещал, говоря, не смущайтесь, я приду, чтобы взять вас, чтобы вы были со мной, были навсегда. Эти обетования, эти истины укрепляют в нас уверенность, дают нам мир в сердце, дают нам радость. Мы не одни, мы не одинокие. Сегодня Господь ожидает от каждого полного доверия, чтобы свои страхи, неуверенность, переживания, все мы вручили в руки того, кто является Богом, Творцом и тем, кто управляет этим миром. Почему бы это не сделать сегодня, прямо сейчас? Помолимся. Наш великий Бог, Бог любви, Бог, который недалек, но близок к нам, мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты нас любишь, и за то, что не оставил нас одинокими, не оставил нас погибать в этом мире, но пришел на нашу землю, явил свой характер, показывал и доказал, насколько сильно Ты нас любишь, Господи, и желаешь нашего спасения, и обещал, если мы будем верить, если мы будем следовать за Тобой, то ты обязательно вернешься для того, чтобы взять нас туда, где не будет горя, страданий, и где мы сможем продолжать общение с Тобой, Господи. Помоги нам всеми силами и всеми своим стараниям любить Тебя, Господи, всем своим естеством и служить Тебе от всего сердца. И благослови каждого из нас в следовании за Тобой во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что вы были внимательными участниками этого исследования до конца передачи и искренне желаем продолжайте исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют об Иисусе Христе. Искренне желаем, чтобы Господь благословил в этом вас, ваших детей, ваших близких, и пусть Господь дарует вам крепкого здоровья, мира и защитит от всякого зла. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова